Три ошибки управленца. Существует такая идея, распространенная идея, что быть хорошим руководителем управленцем это какой-то прям врожденный талант. Ты либо с этим родился и соответственно сгодился, либо ты не родился и тебе не повезло и ты никак не приобретешь. Это полная, на самом деле полнейшая ерунда. Многие из хорошие ребята, специалисты, предприниматели в какой-то момент должны стать руководителями. Ну у тебя есть подчиненные, тебе надо этими подчиненными как-то управлять. Мы сталкиваемся с этим. Вообще, если посмотреть широко на эту жизнь, то можно довольно быстро понять, что большинство людей добиваются чего-то стоящего в жизни, зарабатывают кучу денег, получают славу только тогда, когда они привлекают к своим проектам много людей, когда они получают способность управлять большим количеством людей. То есть, грубо говоря, специалисты-одиночки, которые людьми не управляют, редко достигают больших результатов. Есть исключения, но это всего лишь исключения из правил. И когда мы с вами впервые сталкиваемся с тем, что нам надо руководить людьми, есть три классические ошибки, которые совершает практически каждый человек. Любой руководитель, прежде чем становится хорошим, крутым, классным руководителем. Есть три классических ошибки и есть очень болезненные последствия этих ошибок. Смотрите это видео до конца, потому что в третьей ошибке вы увидите причину, почему ваш бизнес доходит до какого-то уровня и дальше перестает расти. Доход не растет и бизнес не растет. Первая ошибка – решать все проблемы подчиненных. Это действительно так. Начинающие руководители думают, что они обязаны, что они должны давать решения, что они должны все это решать за подчиненных, что они должны давать советы, они должны помогать найти правильный путь. И они настолько увлекаются этой идеей, что они действительно начинают играть в эту игру. Понимаете? У них есть такая точка зрения, что я же своим примером должен показывать, насколько я профессионален, какой я красавчик, молодец, для того, чтобы я мог держать всю власть над людьми в своих, так сказать, ручищах и так далее. Но они не понимают, что таким образом, пытаясь принимать все решения, пытаясь находить ответы на все вопросы, руководитель на самом деле просто убивает инициативу своих подчиненных. То есть убивает полностью. Я могу вам сказать, способные, талантливые люди, которым свойственно проявлять инициативу и творчество, они с таким руководителем, который все за них решает, работать в принципе не хотят. Они иногда даже не могут ответить на вопрос, почему они не хотят, но они просто, им становится скучно, им становится неинтересно, они чувствуют себя ненужными, и они уходят из этой компании или они уходят из этого подразделения. Если вы попытаетесь найти пример, вот среди успешных предпринимателей, среди успешных руководителей, имена которых всем известны, я не буду их перечислять, руководителя, который сам старается решить все задачи, все вопросы за своих подчиненных, вы никогда не найдете. Это нонсенс, так не бывает. Это свойственно только начинающим, неопытным руководителям, ребятам, которые стали руководителями, превратившись в руководителя из специалистов, выросли с нуля, понимаете, и никогда на самом деле не обучались тому, как быть руководителем, никогда даже не читали никаких толковых книжек, возможно, читали бестолковые, но это не точно. Что нужно делать? Смотрите, каждый раз. Вот просто это простое правило, оно примитивное. Каждый раз, когда к вам подчиненные приходят с любой проблемой, с любым вопросом, с любой неопределенностью, с чем угодно, это не имеет значения. Наш клиент, дядя Миша, просит скидку, что делать? Или у нас нам позвонил клиент, или наш поставщик вовремя не поставил, есть такой вариант, что же нам делать? Или Вася не вышел на работу, как же теперь мы будем справляться? Вот какая бы, вот просто создайте себе такой майндсет, такую идею, что с каким бы вопросом, проблемой, сомнением к вам не пришел подчиненный, ваш первый вопрос должен быть. А как ты считаешь? И почему ты так считаешь? То есть, другими словами, ваше первое правило, как руководителя, вы всегда требуете решения от подчиненного, всегда. Да, это не значит, что ваш подчиненный всегда даст лучшее решение, это не значит, что он принесет вам его на блюдечке с голубой каемочкой. Но если вы задаете каждый раз ему этот вопрос, он начнет думать, мозги заскрипят, он начнет принимать во внимание какие-то данные, он станет более инициативным, он станет более ответственным. Понимаете? И есть еще один прикольный вопрос, это то, что когда вы одобряете решение, которое принес подчиненный, вам потом легче контролировать его исполнение, потому что это не ваше решение, это как бы его решение. А люди с гораздо большей охотой инициативой выполняют свои собственные решения. Я думаю, что вы это замечали. Поэтому вы всегда требуете, чтобы подчиненный дал решение. К вам прибежал специалист отдела продаж и говорит, вы знаете, к нам прибежал недовольный клиент Мария Ивановна, она у нас купила диван, диван что-то там ей не нравится и так далее, она ругается, требует деньги назад, что же нам делать? Вы говорите, ну окей, я понимаю, это действительно ситуация, требующая рассмотрения, здесь нужно решение. А как ты думаешь, черт побери, что нам делать? И почему ты так думаешь? Обоснуй, пожалуйста, свое решение. И вот каждый раз вы так будете делать, и вы обнаружите потрясающую вещь. Постепенно способность ваших подчиненных справляться с разными рода ситуациями, она будет все больше и больше и больше, они будут становиться все более самоходным, а это то, что и нужно хорошему руководителю. Номер два. Не добиваться от подчиненных, чтобы они планировали свою работу, делать планирование за них. Это ошибка. Это удивительная вещь, она просто поразительная. Вот если вы разбираетесь в менеджменте, это просто то, что взрывает вам мозг каждый раз, когда вы это видите. Я говорю о простой вещи. Сотрудники пришли на работу, и у них самих нет собственных планов, составленных ими самими. В которых конкретно описаны задачи, которые они должны сделать в течение ближайших дней. Ну, в нашей компании, например, принято на неделю, на следующую отчетную неделю всегда иметь четкий план задач, который выполним, который приводит к достижению результатов и так далее. И сотрудник составляет свой план самостоятельно в начале каждой отчетной недели. А руководитель, безусловно, должен посмотреть на этот план, он должен его одобрить, возможно, что-то поменять, изменить какие-то приоритеты. И поразительным является то, что некоторые руководители без вот этого плана, составленного самим подчиненным, пытаются людьми руководить. Ну, как же ты, черт побери, будешь руководить людьми, если у каждого из них, у тебя в подчинении там 10-5 человек, и у каждого из них там на неделю 20-30 задач, и они это не планируют. Ты сам за них будешь это планировать? Ты сам будешь это все удерживать, записывать, ввести в табличках, а потом им ножки переставлять? Что за чушь, что за глупость на самом деле? Правильно действовать следующим образом. Ты стал руководителем, отлично, пришел, сказал, все, ребята, у нас новое правило, теперь каждую отчетную неделю будет начинаться с того, что вы пишете свой план работы на неделю, приносите мне, мы делаем совещание, я одобряю, немножко корректирую и так далее, и потом мы с вами идем по этому плану, я делаю промежуточный контроль. И тогда, во-первых, вы заставляете их думать, вы заставляете их работать, вы заставляете их принимать решения. Во-вторых, вы способны в любом случае этим управлять, в-третьих, вы снижаете просто время, которое вам надо тратить на координации, на планирование, на то, чтобы ежедневно проверять прогресс и так далее. А вообще-то в этом и заключается ваша работа руководителем, это добиваться, чтобы ваши люди работали эффективно, и они не отклонялись от приоритетов. Вот если вы заставляете их планировать, одобряете планы, вы уже, можно сказать, 80% работы своей как руководителя сделали, понимаете? Вы облегчили себе работу и повысили эффективность подчиненных, вуаля, поздравляю. Третье, большая, колоссальная, необычайного размера ошибка, из-за которой останавливается весь прогресс. Некоторые руководители думают, неплохие ребята на оперативном уровне, и у них есть какое-то планирование, они как-то контролируют там своих подчиненных и так далее. А некоторые руководители, находясь в таком состоянии, они думают, ну, моя главная работа, чтобы мои подчиненные как бы не скучали, они были все время чем-то заняты, они делали что-то полезное. А моя работа заключается в том, чтобы их подталкивать, а также помогать им не совершать ошибки, помогать им обойти какие-то сложные углы, в том, чтобы дать советы, в общем, и так далее. И они настолько в эту идею заигрываются, что они приходят к мысли, что моя главная работа – это помогать моим подчиненным. Боже, какая безумная чушь на самом деле. Работа руководителя в том, чтобы направлять подчиненных. Вот на таком простом примере это было бы понятно. Представьте себе судно, которое выходит в открытое море. Там есть капитан этого судна, и там есть разные ребята, там механики там в трюме с двигателями, матросы на палубе, повар, который готовит еду, офицеры, которые там всем этим управляют и так далее. А теперь представьте себе, что у капитана есть точка зрения, что его работа заключается в том, чтобы сделать так, чтобы все выполняли свою работу и эффективно взаимодействовали. Ну и что? Вы получите судно, которое находится в открытом море, у которого драет палубу, которая жгет какое-то топливо, кормит людей, все заняты. Но оно никуда не двигается. Потому что капитан не определяет пункт назначения и не выстраивает всю эту деятельность для того, чтобы достичь максимально быстро и эффективно этого пункта назначения. Поэтому третья ошибка заключается в следующем. Не устанавливать долгосрочные планы и приоритеты. Потому что не устанавливая долгосрочные планы и приоритеты, непонятно, что же является приоритетом даже сегодня. Какой задачи отдать предпочтение, куда кинуть ресурсы, куда кинуть наших прекрасных, трудолюбивых и способных людей. Поэтому это, кстати, очень легко отличить профессионального руководителя от дилетанта, от любителя. Как? Да очень просто. Вы приходите, видите, Петрович у нас работает, не знаю, начальником участка на производстве. И вот как отличить, Петрович профессиональный руководитель или дилетант? Очень просто. Вы спрашиваете, Петрович, слушай, у тебя какие планы вообще по развитию производства, по увеличению объема производства на твоем участке? И он говорит, БМ, какие планы? Вот у нас есть сменное задание, мы его выполняем. Ну, все понятно. Я похож на человека, у которого есть план. Я знаешь кто? Я пес, бегущий за машиной. Я бы не знал, что делать, если бы догнал. Так что я просто делаю и все. Вы задаете второй вопрос. Петрович, у тебя вот участок есть здесь, люди, сотрудники, оборудование. А какие у тебя планы по развитию вообще людей, по расширению базы? И он говорит, да какие планы? Вот у нас есть сменное задание и все. И вы понимаете, что человек не руководитель. Это такой старший рабочий, это какой-то бригадир, это не руководитель. Почему? Потому что у любого руководителя, любого уровня, будь то владелец компании, это руководитель высшего уровня, у которого всегда есть планы по долгосрочному развитию компании. И у него есть долгосрочные планы по доходу, по объему производства этой компании. Если мы говорим о начальнике участка, который находится там двумя уровнями ниже в иерархии, то у него в отношении своего участка должны быть долгосрочные планы по производству и долгосрочные планы по развитию его области ответственности. Вот и все. И на самом деле профессионализм руководителя, он проявляется в мелочах, но его легко, вот настолько легко определить и настолько легко его создать. Просто если ты руководитель, у тебя для твоей области ответственности должны быть два вида планов. Это все, это твоя задача руководителя. Если у тебя этого нет, то ты выводишь свое судно в открытое море и все мучаются, страдают, работают, стареют, понимаете, болеют. А пункт назначения мы никогда не придем. Если вам интересно, какие еще важные инструменты должен использовать руководитель, простые и важные в своей ежедневной работе, приходите на мой бесплатный мастер-класс. Это бесплатный двухчасовой мастер-класс по системе управления и вы об этом узнаете все в деталях.